Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Самострой за пределами выделенного земельного участка. И запредельная наглость. Анапа живет в режиме «строим-сносим». Во всех районах Кубани решают проблему незаконной миграции. В станице Кущевской узбеков устраивают на госслужбу. Как отличить качественное вино от суррогата? На что обращать внимание при выборе магазина и алкоголя? Анапчане продолжают акцию «70 добрых дел». Волонтеры встречаются с ветеранами. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Уж сколько раз твердили миру. Строить в Анапе можно только на законных основаниях. Но некоторые анапчане по-прежнему игнорируют правила. Не понимают предупреждений и даже самых жестких. Кафе «Самострой» в районе автовокзала анапчане прозвали «Фениксом». После очередного сноса хозяин кафе пытается его возродить. На смех людям. На Кубанской земле быстро растут не только овощи. Целое здание в центре города в районе Центрального рынка, на соседней с автовокзалом территории. За несколько дней после сноса кафе выросло новое здание. Временное, утверждают хозяева. Хотя металлопластиковая конструкция установлена на фундаменте от прошлого самостроя. Коммуникации на следство от строения подведены. Добрый день. Уделите пару минут своего времени. Светлана Сергеевна, вы уделите время или нет? Что? Я представитель администрации, начальник правового управления. Фамилия моя Ускоп, зовут Сергей Вячеславович. Цель моего нахождения здесь. Этот объект принадлежит вам? Да. А почему вы его установили и когда вы его установили? Я эту землю пользуюсь, земля-пользователь, и я установлю, чтобы работать. Сносили первое здание, которое стоило 8 миллионов из-за 17 сантиметров, и я вот сделаю, чтобы работать. Такой формулировки нет ни в одном законодательстве. По желанию, в погоне за прибылью предприниматели не замечают или не хотят замечать, идут вразрез общепринятым нормам и требованиям закона. Жить по правилам для них – ново. В Анапе неужели кроме этого 40 квадратов нету нигде земли, чтобы он тут по каждый год гоняет, то того гоняет, то идите, снимайте, уберите, сносите. Зачем? Что, в Анапе 40 квадратов нигде нету? Близко не подходите. То, что камни есть, трактор, все буду ломать и людей убивать. Все равно вы мне уже не дали другого выбора. На руках договор аренды земельного участка до 2017 года, и он для хозяина кафе важнее – решение суда о сносе. У нас есть на руках решение суда, по которому вам, насколько я понимаю, предписано демонтировать тот объект, который расположен здесь. Нет, то решение исполнено. Нет, то решение исполнено. Нет, в данном случае я просто-напросто смотрю, объект есть. Акт осмотра фото здания на месте. Если объект не уберут, то за дело возьмутся судебные приставы. Формальное решение суда выполнено. Капитальный объект снесен, но есть деталь, остался фундамент. На нем стоит новый объект. Основание приставам придется снести, а вместе с ним и здание. Администрация намерена довести решение суда до логического конца. В целях создания равных условий на потребительском рынке администрации города проводятся осмотры территории, в ходе которых зачастую устанавливаются факты нелегальной торговли или нелегальной застройки территории. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Незаконные мигранты и продажи контрафактного алкоголя. Две главные темы на контроле губернатора Кубани Александра Ткачева. В Анапе работа по этим двум направлениям поставлена на широкую ногу. 20 групп межведомственной комиссии выявляют незаконные точки продажи зелья. Работает специальная горячая линия. Все поступившие сообщения от анапчан и гостей курорта проверяют мгновенно. Винный дом на базе продуктового магазина в поселке Большой Утриш. Алко-уголок, что называется, полностью укомплектован. Несколько десятков сортов вина, разномастная чача и даже ром. Тара – примитивная закуска. Все, что угодно для спаивания с рогатом прибывших на отдых гостей курорта. В исполнении решения Совета безопасности при губернаторе Краснодарского края о состоянии рынка алкогольной продукции и мерах пресечения незаконного оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции Краснодарского края, на территории муниципального образования города-курорта Анапа созданы рабочие группы по быстрому реагированию. Сегодня на телефон горячей линии поступил сигнал о незаконной продаже объектом розничной торговли «Винный домик» по алкогольной продукции. Управление торговли совместно с сотрудниками МВД, выехав на место и обнаружив незаконную продажу алкоголя, произвели контрольную закупку. Сотрудники полиции конфисковали алкоголь непонятного происхождения и качества, опечатали 45 упаковок вина номинальным объемом в 20 литров. Итого общий влов почти 900 литров. Вокруг магазина сплошь незаконная торговля. Разрешительных документов никто из продавцов так предоставить и не смог. Настоящий беспредельный бизнес-уголок. В итоге контрольной закупки на пляже полицейские изъяли еще 50 литров алкоголя. Кубанское вино – знак качества. Законопослушные хозяева устанавливают в магазинах стенды с информацией, лицензии на продажу, график работы, телефоны контролирующих служб. В нелегальных алкомаркетах такой информации нет. Нет документов и нет ответственности. Сообщить о незаконной продаже алкоголя в магазинах или у частных лиц можно по телефону 58047. Вадим Родин, Анапа-Регион. Говорим одно, делаем другое, думаем о третьем. На Кубани объявлена всеобщая мобилизация сил для борьбы с незаконной миграцией. Пока в одних городах и населенных пунктах активно ищут эффективные меры профилактики, в других гастарбайтеров устраивают на элитные рабочие места. Подробности расскажет Наталья Пухальская. Белоглинский район, Павловский, Брюховецкий, Красноармейский на экране в режиме онлайн-конференции. Главы городов и сельских округов в Кубани отчитались о работе за неделю. Нарушение миграционного законодательства отметили сразу в Денском и Красноармейском районах. Проверки стали формальными. Эффективность работы снижена и тянет вниз показатели всей Кубани. Отличились станицы Кущевской. В военкомат на работу устроили семь иностранцев-выходцев из Узбекистана. Пока во всех муниципалитетах решают проблему непрошенных иностранных гостей, в Кущевской гастарбайтерам предлагают поработать в госучреждении. Небодрые отчеты, критичный взгляд на работу ждут представители краевой власти на каждом совещании. В Калининском районе обнаружили 23 гражданина из Китая. Сроки регистрации прошли, а гости задержались. За такое нарушение гастарбайтерам грозит выдворение из России и запрет на въезд в страну в течение пяти лет. В Краснодаре за полгода зафиксировали 228 случаев инфекционных заболеваний, половые инфекции, туберкулез, ВИЧ. 32 человека согласились пройти лечение. 11 иностранцев, узнав результаты обследования, уехали на лечение в родную страну. Инфекции зарегистрировали во всех районах Краснодарского края. Лидируют в списке поражения Сочи и Краснодар в самых крупных городах Кубани и показатели самые высокие. По итогам селекторного совещания внутреннее собрание провел мэр Анапы Сергей Сергеев. Задача анамчан не сдавать позиции, работать в заданном темпе и дополнительно. Примерно подсчитать, сколько иностранных граждан проживает сейчас в Анапе. Отследить убывающих невозможно. Такие отметки по закону не требуются. Специалисты отследили перемещение мигрантов. Нелегалы сейчас предпочитают прятаться в Гастагаевской. А значит, в ближайшее время межведомственные рейды пройдут в станице. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-регион. Молодежь Анапы продолжает список добрых дел к 70-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Напомним, славную дату город-курорт будет отмечать в этом году в третьей декаде сентября. В список 70 добрых дел школьники станицы Анапской записали посещение ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Никонова. Вместе с юными волонтерами в гости к ветерану отправилась и наша съемочная группа. У Николая Петровича и Анастасии Яковлевны Никоновых славное прошлое. Их имена можно золотыми буквами вписать в историю страны. Николай Петрович ушел добровольцем на фронт в 1941 году пулеметчиком. А после войны, получив профессию строителя, а жена врача-педиатра, строили города на Дальнем Востоке и в Сибири. Ветеран бережно хранит награды и первые грамоты от самого Сталина. В станице Анапской Никоновы живут более 40 лет и вместе рука об руку 63 года. У них двое детей, четыре внука и восемь правнуков, которые живут в других городах и приезжают в гости. Гостям супруги ветераны войны и труда всегда рады, особенно детям. Ребята из летнего лагеря отдыха школы номер 12 в станице Анапской в этот день пришли не с пустыми руками. Принесли сладости к чаю и в числе 70 добрых дел к дате освобождения Анапы предложили ветеранам помочь прибраться по хозяйству. Саму жестовую стойкость за труд и уважение к годам. Спасибо и поклон от нас примите. Николай Петрович всегда рад поделиться жизненным опытом с ребятишками и рассказать, как воевал, как жили в то время. Ему есть что рассказать. Его отец дружил с отцом космонавта Германа Титова, а тетя была первой учительницей космонавта. В будущем году у Николая Петровича юбилей – 90-летие со дня рождения. С высоты своих лет он желает будущему поколению главного. Чтобы мои внуки, дети, были такими же патриотами, как и мы. Вот они были патриотами. Добрые дела молодежи Анапы продолжаются. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. По данным МЧС, в пятницу 26 июля в Анапе ожидаются сильные грозовые дожди с градом. Температура воздуха днем 23-25, ночью до 19 градусов со знаком «плюс». Также ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24 градуса по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунапарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом.